МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в гостях у проекта «24 вопроса» заслуженная артистка Беларуси Оксана Лесная. Начинала свою актерскую карьеру в Минском Тюзе, но родным домом для нее стал русский драмтеатр имени Горького. Здесь она выросла в настоящего мастера сцены, получила признание публики. Сегодня в ее творческом портфолио десятки ролей. Она может филигранно отделять одно актерское амплуа от второго. Актриса убеждена, театр и кино должны заставлять человека думать. В этом видит смысл актерской профессии. Считает, что настоящее счастье – это гармония внутри нас. Оксана, мы записываем эту программу в достаточно непростое время. Коронавирус сейчас в центре внимания. Это своего рода тест для всех. Проверить, кто есть кто, как он воспринимает ситуацию, как он относится к своим близким, знакомым. Это нас, как лакмусовая бумажка, проявляет, конечно. И мы видим это даже по общению в Фейсбуке и в соцсетях. Кто какие выкладывает посты. Мы видим, какой информацией делится. Мы понимаем, кто паникует. Мы понимаем, кто просто осторожен и держится. Мы понимаем, кто как проявляется, какие человеческие качества. Но вы не утратили критического отношения к информации, когда, знаете, там что-то действительно разместили, ах, паника. Или наоборот, успокоили все это мелочи жизни, и на это можно не обращать внимания. То есть насколько вы пропускаете, проанализировал любую информацию? Да, стараюсь ее анализировать. Я такой скептик. Я делю все на два. Потом включаю свой аналитический У и включаю свою интуицию. Когда получаем какую-то новую информацию, вот это первое чувство, если мы его принимаем, мы практически всегда понимаем ситуацию. То есть если я встречаю человека, который, возможно, мне принесет что-то нехорошее в моей жизни, я это чувствую в первые секунды. Так устроен человеческий организм. Но иногда мы не прислушиваемся. Наш мозг говорит нам, да нет, он хороший, он твой начальник. Он правда хороший, его надо принять. Это нормальный человек. И тогда мы принимаем его и какие-то теряем вот эти флажки, маячки осторожности, которые нам давало наше внутреннее ощущение. И иногда проваливаемся в этих отношениях, пока моя чуйка меня не подводила. И не подвела вот в этом, даже в коронавирусной этой истории. Я понимаю, что надо быть осторожной, что это на самом деле инфекция, что это на самом деле вирус, вернее. Но я также понимаю, что это такой микс вируса, экономики. Вообще для всех, для нас этот период – это такая проверка испытаниями. Вы сказали слово «испытания в жизни». Скажите, в вашей жизни много было испытаний и как они меняли ваш характер? Были. Были испытания и меняли. Меняли по-разному, да. Но я думаю, что человек развивается только через кризис. Вот какая штука. Некоторые судьбоносные вещи в моей жизни изменили меня, я считаю, в лучшую сторону. Я в каких-то вещах стала принимать и понимать людей, и принимать и понимать их ошибки. Потому что я сама делаю ошибки, и я их делала. И вот на них училась. И теперь я допускаю, что любой человек имеет право на ошибку. И я считаю, что это мое такое достижение. Своё, для себя. Самолюбие и трусость. Что общего в этих двух понятиях? Не знаю, наверное, в самолюбии есть часть трусости. Когда мы боимся, что мы не сможем быть первыми, мы не сможем там где-то победить, или не сможем выиграть, что мы боимся проиграть. А проигрывать в жизни мы будем неизбежно. Мы каждый день немножко проигрываем, немножко выигрываем. Это нормально. К этому можно быть готовым? Ну, конечно, хочется всё время побеждать. Это нормально. Надо учиться проигрывать, потому что проигрывать тоже можно красиво. можно проиграть так, что в следующий раз ты выиграешь. Давайте о театре поговорим. Давайте, да-да. Вы сказали, что театр вам больше нравится, чем кино. Это для вас ближе, это для вас, наверное, более ценно. Мне ближе театр, потому что я там всё время работаю, да, а кино есть проект, мы работаем, нет проекта, мы не работаем. Это с одной стороны, с другой стороны. Для меня радостно и приятно получать сразу отдачу, а не тогда, когда фильм сложит, режиссер каким-то образом, именно так он ляжет в монтаж, именно вот так его покажут, и, возможно, возьмут не тот дубль, который тебе нравился, а он прям почти уже переделать. ничего невозможно, он уже есть, и ты думаешь, ну вот мне кажется, что вот та сцена была снята лучшее вот в том дубле, а взяли другой, потому что слишком много составляющих, и технических в том числе, и ты за них не отвечаешь. А театр – это поступательная история. Ты выходишь на сцену, и ты играешь спектакль от начала до конца, вместе со зрителем. И он вибрирует вместе с тобой, и ты вместе с ним. А если ещё спектакль идёт хорошо, и зал собирается такой, лёгкий, бывают лёгкие залы, бывают потяжелее. Если лёгкий зал, то ты прям летаешь. А лёгкость – это от чего может зависеть? Ну, много составляющих. Вы знаете, я заметила, что самые тяжёлые залы – это субботние и воскресные, когда люди выспались и пришли. И такие сели. Они такие расслабленные, поели уже, выспались, жена привела в театр. А есть пятничный зритель, я его обожаю. Потому что в пятницу, последний день рабочий. Значит, они приходят, они уже сбросили весь трудовой, всю трудовую неделю с себя. И у них впереди ещё суббота и воскресенье, и они приходят в театр. Они возбуждены, они веселы, и у них такая весёлая усталость. И они садятся. И для них это ещё вот такой прекрасный финал этого дня. А завтра отдых, и высыпалки, и прочее, прочее. В одном интервью вы сказали, что один из ваших самых любимых спектаклей – это «Идеальный муж» по пьесе Оскара Уальда. Но вы не сказали, почему. Ну, во-первых, потому что это Оскар Уальд. Так. Это прекрасная литература. Даже в переводном варианте – это прекрасная пьеса, наполненная юмором, тонким, хорошим, с такими нюансами, с такими подтекстами, прекрасной идеологией. И она очень жизненная. Там поднимаются такие философские темы, о которых мы можем очень долго рассказывать и говорить. И, в общем, там такие весы даны нам. Что такое хорошо, а что такое плохо? А почему вот тогда, когда вы, предположим, продали какую-то информацию важную, да, за какие-то деньги, и на этом заработали кучу денег? Почему это вроде как хорошо? А вот сейчас, если вы мне продадите за эти же деньги другую немножко информацию, это уже вроде как предательство. То есть тогда в молодости было можно, чтобы начать карьеру, а сейчас, когда вы уже идеальный муж, идеальный чиновник, это уже вроде как предательство. Далее в программе. Самый главный урок в вашей театральной жизни. И она первая сказала нам, что если вы не будете подключать свою эмоциональную природу, ты никогда не достучишься никуда. Ты будешь говорящей головой. У каждого актера так сложилась уже годами история, что есть учитель, который им в жизни дал, в творческой жизни дал их главный урок. Для вас это, наверное, Зинаида Баварская, Луценко. Но самый главный урок в вашей театральной жизни вам преподнес кто? Знаете, Зинаида Ивановна Баварская преподнесла мне огромный урок. Она меня учила 4 года. И она говорила с нами и на философские темы, и на профессиональные темы. И учила нас очень важным вещам, которые, кстати, сейчас как-то немножко, если можно так выразиться, затерты новым театральным поколением артистов. У нас был прекрасный педагог по речи, Алла Санна Шагидевич. Она уехала сейчас в Германию, живет в Германии. Но я вот тоже пользуюсь случаем, хочу обязательно назвать ее фамилию, потому что она занималась с нами речью и говорила, что как только человек открывает рот, ты сразу понимаешь, сколько книжек он прочитал, как он разговаривает, где он родился, если еще он говорит с акцентом или с говорком, и он не работал над своим языком, чтобы быть диктором, артистом, где он родился и чего от него можно ожидать. И это правда. Ну, вы знаете, современную шутку последнюю, если хочешь унизить человека, спроси, что он прочитал последний раз. Да, да, да. Фейсбук. Нет, ну, в Фейсбуке тоже, кстати, выкладывают теперь новые, да, новые рассказы, писатели и поэты свои произведения выкладывают. Ну, да, Алсанна Шагидевич очень много вложила в нас, и она первая сказала нам, что если вы не будете подключать свою эмоциональную природу, рассказывая, предположим, какую-нибудь даже простую сказку, вы никогда не достучитесь до сердец ваших слушателей. Ты никогда не достучишься никуда. Ты будешь говорящей головой. Как говорила Зинаида Ивановна, вы будете просто как пенопласт. Я говорю, как пенопласт, Зинаида Ивановна? Пенопласт – это когда пенопластом по стеклу. Все будут говорить, могло быть и лучше. В Театре юного зрителя я вас заметил Борис Луценко, и именно он пригласил вас в Театр Горького. Скажите, на сегодняшний день, по вашим наблюдениям, вот что касается театра для детей, насколько это важно, чтобы родители приводили своих детей в театр, чтобы театр мы начинали любить с детства? Я думаю, что ведь остаются люди, которые вообще не входят в театр, ну, просто это не их история. Ну, вот не их. Возможно, в детстве их не водили, и они как-то и не привыкли. Ну, бывают такие люди, я знаю, они вот не ходят в театры, и они говорят, ну, я не знаю, я не люблю сама. Права человека, говорю я всегда. Но я думаю, что любой ребенок обожает играть в куклы. Я, например, начала любить театр с кукольного театра нашего. И для меня это была такая сказка. Когда я знала, что завтра мы идем в кукольный театр, я прям, я не спала ночь, во-первых. Я ложилась спать, выкладывала, значит, мама мне выкладывала какое-то платье, в котором я завтра вместе пойду в театр. И я придумывала, что у меня будет вот эта сумочка, предположим, вот этот бантик. И я, ложась спать, чтобы не забыть с собой взять сумочку какую-то там свою детскую, и бантик, вот именно тот, который я придумала завязать, я ложилась и думала, не забыть, не забыть мне взять с собой бантик и сумочку, бантик и сумочку, бантик и сумочку в театр иду-иду. Я так ложилась спать, я до сих пор, и я ложилась с этими, значит, словами, как мантры. То есть, ну, вы помните, до сих пор. просыпалась думал бантик и сумочка не могла все есть все готово мы одевались и шли но этот опыт ваша работа в тюзи это очень важный вот в творческой вашей карьере да конечно ну во первых это первый выход на профессиональную сцену во вторых наш курс набирали для что вы чувствовали помните по и я по это было страшно я уже рассказывала где-то я пришла летом в театр и театр собирался на гастроли и шла сказка у нас такая в тюзи шла сказка называлась она дюймовочка меня решили ввести в бабочку которая возит дюймовочку на листики по болотцу там было четыре бабочки мы должны были вылететь у нас были трес и такие шапочки с такими ушками из такой жесткой проволоки я выскочила в этом костюме вместе с остальными бабушками бабочками значит самая высокая бабочка такая маха он с этими крыльями выскочила и когда я стала танцевать и петь песню я добрая кресила жить я поняла что предательским образом шапочка на моей голове у которой жесткие железные усики были она стала съезжать на беккей беккейница я думаю ну не важно не важно это беккейница должна танцевать и летать и катать и кружить и тут я поняла что предательским образ у меня стали съезжать трес и они стали съезжать мы просто куда-то туда из с ужасом стала терять туфли про которые я не подумала я просто походила за кулисой в них и я не потанцевала в них и а когда я стала танцевать я поняла что задники спадают и как шпион фонсы я не попадала в эти задники я танцевала с каким-то диким ужасом и думала все божие скорее бы за кулису я была такая бабочка пусти повалюся говорят но это это было ужасно я выбежала за кулису и подумала боже как хорошо что закончился этот танец я побежала по всем службам я сказала как пожалуйста сделайте другие трес и эти спадают съезжают я сказала пришейте мне резиночку в туфельках вот эту резиночку к шапочке сделайте ту же и вот тут в этот самый момент я поняла как нужно готовиться к роли этого урок это был очень большой урок после того когда вы уже перешли в театр горького вы часто вспоминали чувств да 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 ну во первых начнем с того что борис иван шлуценко не в тюде меня заметил он заметил меня в институте на экзаменах на спектаклях когда я попала в русский театр мне показался коллектив более холодным и более дистантным в русском театре и я помню мы репетировали бернарда шоу пьесу про стачки снежданных островов и я там уже играла к это большую роль это первая моя была большая роль я была ужасно зажата не уверена в себе потому что я вышла из декрета мне казалось что я вообще ничего не умею и я выходила на репетицию на сцену я прямо видела такие светлые лики за кулисами я прямо видела как все смотрят как она там репетирует это девочка из тюза тип такого вот это я помню и я помню как меня принимали в тюзи когда я пришла и так как то получилось что в тюзи я дружила с девочками очень много вера кавалерова была со мной в гримерке и я тоже из-за очень многое признательно она тоже очень много у меня научила актерской профессии но я и очень дружил с мужчинами я не знаю почему мне с мужчинами легко дружить так как там меня принимали и любили просто потому что я это я не за то что я какая-то там артистка или не за то что я там чего-то там могу возможно способна нет просто меня любили как молодую девушку которая пришла в этот коллектив опекали по или чаями это очень важно потому что вы же знаете мы открываемся тем людям которые открываются нам или хотя бы показывает нам что они добродушны приветливы далее в программе бизнес ломан может быть идеальной женой я вообще думаю что мы не можем быть идеальными мы должны быть мы должны быть немножко недопеченными такими недопеченным тестом тогда это мне кажется интересно вы это не единожды говорили и даже сыграли это в кино вы сказали что мне подходит образ железной леди что такое современная железная леди вы знаете не знаю мне дают такие роли и я всегда думаю что это на преодоление я гораздо мягче чем те тетеньки которых я играю в кино такие бизнес-вумен мне кажется это не совсем правильно то есть я очень уважаю женщин которые занимаются бизнесом но они тоже разные там нет такой единой шкалы что вот прям бизнес-вумен это та тетка которая включила в себе мужика и пошла заниматься бизнесом нет они все разные бизнес-вумен может быть идеальной женой я вообще думаю что мы не можем быть идеальными не мужчинами не женами и мужьями больше тогда мне кажется что эта красивая сказка тогда мы должны быть мы должны быть немножко недопеченными такими недопеченным тесто тогда это мне кажется интересно кроме бизнес-вумен вы снимались в роли полицейского следователя это роль для вас насколько она близко это был сериал вызов я наделает милицейскую форму то мне показалось что я готова вот как-то как-то она сразу как-то тебя включает и ну вы были хорошие полицейские ну да мы искали там пропавших людей вы обратили внимание что в современном российском кино сегодня практически каждый полицейский следователь судья адвокат или что в большей степени люди непорядочные они берут взятки они используют свое служебное положение это очень активно так просто в кино демонстрируется тоже сейчас скрывает и возможно немножечко сгущая краски в российском кино но ведь это бывает давайте так это бывает но если мы и это добавляет драйв и поэтому это смотрит да а если мы включим телевизор и там будет все хорошо и прекрасно начинаться и заканчиваться то это возможно не будет сериал возможно это будет одна серия и скорее всего это будет сказка кино воспитывает людей я не думаю я думаю что кино и театр наверное скорее должны заставлять человека думать когда фильм снимается насколько вот это погружение актерская сколько сложно ну знаете иногда это зависит от каких-то технических даже составляющих потому что если фильм снимается одной камерой тут вынужден одно и то же предположим и очень эмоциональную сцену повторить там три-четыре дубля подряд и это не всегда одинаково получается ну какие-то нюансы в включаются да но а когда тебя снимают на 2 а иногда даже на три камеры и ты снимаешь эту сцену с одного-двух дублей конечно ты готовишься наполняешься и ты выбрасываешь это все ты продуктивней и тебя снимали сразу три камера 1 снимала общий план 2 крупный план 3 другой ракурс предположим да и все ты тот же тебе не надо больше ничего повторять тебе не надо больше ничего доставать это ты но уже есть укрупненный вариант этой сцены ты снимаешь несколько дублей но есть уже технически на выходе это более яркая история и живой звук который тоже включается если пишется чистый звук сразу на площадке он более живой это осложнение это гораздо затратнее но это сразу придает живость диалогом то есть они не переозвучены они не выхолощены это тоже здорово это сразу видно чувствуете в кино кино можно снять несколько дублей в жизни нет жизни мы проживаем нашу жизнь с одного дубля хотелось бы репетировать и делать все начисто помните как в детстве мы открывали тетрадку новую лощеную и думали вот сегодняшний начну писать аккуратный буду учиться на пятерке через три страницы домашнее задание у меня было так детстве каждая новая тетрадка заставляла меня значит быть отличница отличница и снова а потом как-то рутина поглощала тандемы скажем молодой актер и уже актер заслуженный насколько это все сложно вы играли вместе с янковским на одной сцене как вот эти тандемы они существуют и что чувствует молодой артист старательно чувствуешь ты себя я напрягает как-то или нет или не имеет значения обязательно это партнерство это очень важно и вдруг волей судеб твоим партнером является ростислав иванович янковский эпоха для русского театра александра ивановна климова я пришла она уже не играла так много и ростислав иванович янковский это эпоха русского театра блестящие актеры прекрасные актеры и вдруг волей судеб мне достается играть в спектакле партнера с ростиславом ивановичем янковским перед заходом солнца спектакль это просто это просто лотерейный билет который вдруг падает на тебя потому что это очень хороший партнер он непростой он непростой человек он живой очень эмоциональный у него такая подвижная была внутренняя организация очень и при том что он очень любил своих партнеров опекал их но он и требовал себя требовал и с партнера соответственно ростислав иванович из тех партнеров которые не сдают на сцене это очень важно он из тех актеров которые имеют такой серьезный замес профессиональный хорошего театра такого прям блестящего театра который говорит и оксана запомнила навсегда его слова если сцена не получается не идет сцена есть одна только дорога вцепиться в партнера вцепиться в партнера и не обращать внимание больше ничего и только если ты вцепишься в него он вцепиться в тебя вы вытяните вы найдете вы найдете вы погрузитесь в эту химию которая вытащит всю эту сцену и он прав я бы хотел закончить темы с которой мы с вами начинали сейчас тот период когда по понятным причинам театры пусты мы не ходим театры наверное это время когда позволит проголодаться нам зрителям по театру и вам актерам по сцене мы будем уже другими людьми потому что мы прошли это испытание я надеюсь к тому времени и мы придем туда действительно не просто отдыхать мы придем думать думать над тем как мы живем и на тем как мы будем жить я думаю что этот кризис нам дается для чего-то и когда мы его пройдем мы поймем какие все таки плюсы в нем были заложены они есть и будут и надеюсь мы еще найдем несколько плюсов в придачу я надеюсь и уверена даже отчасти большей степени уверена что наши сердца после этого испытания откроются совершенно по-другому по отношению друг другу по отношению к профессии к нашим близким к месту в котором мы живем в нашей родине вообще по отношению к миру обернет нас лучшей стороной друг другу спасибо большое за этот разговор и до скорой встречи в театре да и вам спасибо приходите добро пожаловать будем рады видеть всех спасибо